Приветствую всех, вы на канале Instarting Новости. И сегодня в выпуске. Hyundai откроет центр разработки сверхпроходимых машин. Mercedes начнет продажи автомобилей с автопилотом DrivePilot. Полноприводный внедорожник для инвалидов поможет им совершать прогулки на природе. Китайцы научили рой дронов летать через заросли бамбука. Обо всем этом подробнее далее. Обязательно подписывайтесь на канал, досматривайте это видео до конца. Поехали! Компания Hyundai рассказала о намерении построить в американском городе Бозман, штат Монтана, центр для разработки и испытаний инновационных транспортных средств повышенной проходимости. Он получит название New Horizons Studio. Работы будут проводиться совместно с инженерами университета штата Монтана. В ближайшие пять лет New Horizons Studio получит финансирование на 20 миллионов долларов, а штат-центра составит 50 сотрудников. В центре будут проводиться разработка и испытания так называемых транспортных средств максимальной мобильности. В частности, речь идет о концептах Project Elevate и Tiger. Project Elevate был представлен в 2019 году. Он представляет собой транспортное средство, оборудованное роботизированными ногами с шестью степенями свободы. И каждая нога заканчивается колесом. Такая конструкция существенно повышает проходимость машины. Ноги работают как пассивные и активные амортизаторы при движении на колесах и полностью раскладываются, если ландшафт местности оказывается слишком сложным. Подобные машины полностью симметричны и могут с одинаковым успехом передвигаться в любом направлении, предлагая доступ в кабину со всех четырех сторон. В описании концепта говорилось о четырех посадочных местах, но на практике решено воплощать концепт в двухместном исполнении. Представленный год назад концепт Tiger представляет собой уменьшенную и несколько упрощенную версию Elevate. Теперь это не пассажирское транспортное средство, а относительно небольшой робот-доставщик, который также умеет и ездить, и ходить. 17 мая в Германии можно заказать автомобиль компании Mercedes-Benz с автопилотом Drive Pilot третьего уровня. На начальном этапе эта опция будет доступна только для двух моделей. Седаны S-класса нового поколения и электрического лифтбэка EQS. Для S-класса автопилот обойдется в 5000 евро, для EQS в 7500 евро, поскольку в этом случае цена включает пакет Driver Assistance Package Plus, который у автомобилей S-класса имеется в базовой конфигурации. Автопроизводитель из Штутгарта стал первым в отрасли, кто получил сертификат на автопилот третьего уровня. Третий уровень автономности означает, что водитель может убрать руки с руля во время движения автомобиля на соответствующих автомагистралях в Германии со скоростью до 60 км в час. При этом автопилот будет контролировать скорость и дистанцию в дополнение к направлению автомобиля по своей полосе движения, а также реагировать на внезапное появление поблизости других автомобилей и избегать небезопасных маневров. Полноприводный одноместный электровнедорожник для инвалидов Койот компании Outrider претендует на право называться самым легким в мире транспортным средством в своем классе. Став его обладателем, люди с ограниченными возможностями получают возможность совершать продолжительные и увлекательные прогулки на природе. Трансмиссия Койот сочетает в себе 5-киловаттный двигатель, полный привод, независимую регулируемую подвеску и блок батареи на 6 кВт-часов, гарантирующий пробег от 130 до 225 км. Комфортную езду в условиях бездорожья обеспечат шины с 20-дюймовыми ободами и соответствующим протектором. Дорожный просвет составляет 18 см. Компания утверждает, что Койот с его тихоработающим двигателем и отсутствием выхлопных газов особенно хорош на охоте и рыбалке. При езде по бездорожью предусмотрен режим ограничения скорости, не более 45 км в час. Впрочем, если позволяют местные условия, скоростной режим будет перепрограммирован на более высокие характеристики. Система управления представлена двумя рычагами, с помощью которых можно регулировать мощность, а также осуществлять торможения и повороты, включать переднюю и заднюю скорости. Однако в обращении с Койот следует быть аккуратным, несмотря на его внедорожный статус. Будущим владельцам придется считаться с его узкой колесной базой и не увлекаться ездой по крутым склонам во избежание опрокидывания. Цена базовой модели около 14 тысяч долларов. Полноприводная версия с более мощной батареей обойдется на 6 тысяч долларов дороже. Компания Rolls-Royce не скрывает своих намерений стать одним из пионеров рынка коммерческой авиатехники на электротяге. Еще осенью прошлого года одноместный электросамолет Spirit of Innovation обновил рекорд скорости для такого класса летательных аппаратов. А к 26 году компания рассчитывает начать поставки пассажирских электросамолетов в Норвегию. Существующий электросамолет Rolls-Royce оснащен силовой установкой на 400 киловатт и тяговой батареей, обеспечивающей запас хода около 320 километров. По словам разработчика, это самая энергоемкая силовая установка среди всех существующих летательных аппаратов на электротяге. В прошлом году такой самолет развил среднюю скорость 555 километров в час на дистанции 3 километра, 532 километра в час на дистанции 15 километров, а максимальная скорость достигла 623 километра в час. В планы Rolls-Royce также входит создание электросиловых установок для аппаратов, обеспечивающих вертикальный взлет и посадку. Британская компания Vertical Aerospace является одним из клиентов Rolls-Royce на этом направлении. Она рассчитывает начать получать соответствующие компоненты от партнерства с 2025 года. Китайские инженеры научили рой дронов передвигаться по лесу и продемонстрировали это на примере полета в зарослях бамбука. Беспилотники постоянно обмениваются информацией и летят как единый отряд, но при этом могут немного отклоняться от общей траектории, если на пути оказалось препятствие. Небольшие мультикоптеры ценны сами по себе, но если объединить их в рой, с помощью него можно быстро и эффективно решать разные задачи на большой территории. Группа китайских инженеров разработала новый дрон и метод, позволяющий сразу нескольким таким аппаратам эффективно летать в качестве роя. Алгоритм получает от пользователя цель или последовательность целей и планирует траекторию так, чтобы перемещаться в сторону текущей цели. Помимо цели в виде местоположения, у алгоритма есть другие цели, такие как наименьшее время полета, отклонение от заданного маршрута и формы роя, а также ограничения, такие как возникающие на пути препятствия. Разработанными авторами алгоритм рассматривает эти цели и ограничения как набор штрафов, и его задача заключается в построении такой траектории, чтобы минимализировать их. При этом вес каждого параметра может быть разным. Например, у препятствий он максимальный, потому что столкновение с ними, скорее всего, приведет к концу полета. Во время полета дроны используют визуально-инерциальную навигацию, то есть используют данные с камеры и блока с акселератором и гироскопом. Кроме того, они в реальном времени строят 3D-карту местности, поскольку Рой состоит из сразу нескольких дронов, не использующих GPS. В их навигационных показаниях могут накапливаться ошибки, которые могут привести к столкновению. Чтобы избежать этого, а также поддержать заданную форму Роя, инженеры встроили в дрон UWB приемопередатчики, дающие дроном относительно точные данные о взаимном расположении. Примечательно, что авторы создали свой дрон. Он построен по конструкции квадрокоптера и оснащен мощной электроникой, компьютером NVIDIA Xavier NX, камерой глубины от Intel и полетным контроллером. Масса дрона составляет 300 грамм, а его аккумулятора хватает на 11 минут полета. Я благодарю вас за просмотр. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте этому видео лайк и не забывайте нажать на колокольчик. Пишите свои комментарии внизу под видео и делитесь нашим каналом с друзьями. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Не переключайтесь. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok